Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, у меня иногда бывает странное состояние психики, похоже на дереализацию и в то же время не очень. Это чувство в основном появляется, когда у меня тяжело на душе, когда кошки скрепают. В такие моменты я часто чувствую себя как во сне. Когда тебя уже отступает, то я не чувствую себя как во сне. Но всё равно реальность какая-то не такая, как раньше. Вроде и не сон, но и не 100% яс. Я не знаю, как объяснить. Вот, допустим, иду по улице, вижу погоду, зелень, голубое небо, солнышко. Вроде испытывают удовольствие, но как будто я нахожусь и не нахожусь здесь. Как будто бы в невидимой капсуле. Как будто едешь в автомобиль и смотришь на улицу сквозь стекло. Конечно, я не вижу этот автомобиль и стекло. Это ощущение где-то внутри. Мне хочется выйти из этой невидимой капсулы, попасть на улице, но у меня не получается. Есть в этом ощущении своя закономерность, что я попадаю в капсулу только когда иду к маме. Вот я пошла к маме и попала в капсулу. И я нахожусь там до тех пор, пока не уйду от мамы. Стоит уйти от мамы, капсула исчезает и я оказываюсь на улице. Сейчас я вообще в отпуске, каждое утро я иду к маме, попадаю в эту капсулу на весь день. Иду домой, капсулы пропадают. Не ходить к маме я не могу. Мы вместе сажаем огород и там моя дочь проводит каникулы. Мама живет в частном доме, я в квартире. Вот и иду туда каждое утро. Ухожу в 20.00. У меня по идее выбора нет. Глупо сидеть летом в квартире. Да и маме там бесконечная помощь нужна. А сейчас дома сижу в полной реальности. Стоит утром только встать и пойти к маме, опять попаду в капсулу. Что это за капсула и что сделать, чтобы она не возникала. На работе тоже нет нигде, нет только у мамы и по дороге к ней. И в ее присутствии вне ее дома. Что это такое? Ну, надо здесь конечно отметить, что с одной стороны у вас очевидна такая реакция на маму. И надо бы сделать, как мне кажется, анализ ваших отношений, чтобы несколько лучше понять, вследствие чего появилась эта капсула, о которой вы говорите. С одной стороны. Вот. С другой стороны, конечно, бросается в глаза то, что как будто бы вам особо-то, кроме мамы, вот дочери и работы и собственно огорода, делать особо это нечего. То есть, как будто бы у вас нет, в общем и целом, своей жизни. Вот. Очень, конечно, не хотелось бы быть в данном случае правым, но вот вполне может быть такое, что мама просто напоминает вам о том, чего вы очень сильно не хотите. То есть, вы не хотите, может быть, жить такой жизнью, как мама, вы понимаете где-то в глубине души, что вы становитесь на нее похожей и соответственно у вас это вызывает некоторую защитную реакцию. Что, в принципе, в общем и целом вполне нормально, на мой взгляд. Вот. Значит, помимо того, что это защитная реакция, здесь очень важно понимать, насколько вы счастливы в жизни живете, насколько вы вообще раскрыты в своей жизни. Вот. Если раскрыты. И важно понимать, насколько вы счастливы и, ну вот, как, в общем и целом, как много, как часто вы получаете удовольствие от своей жизни. Вот это у вас мужчины, это у вас хобби, какие-то увлечения и так далее. И так далее. Вот сейчас такое чувство, что ничего этого с вами не происходит. Ещё мне кажется, что очень важно было бы понять, на мой взгляд, что ли у вас в порядке в плане искренности. То есть капсула, которую вы ощущаете, это, по сути, изоляция. Вот. То есть вы изолируете, изолируете, получается таким образом то, что чувствует. Ну, подавляете, если угодно. И, соответственно, если вы на самом деле занимаетесь в данном случае конкретным подавлением, вот, то это то, на что вам нужно обратить самое пристальное внимание. Что именно вы управляете? Как вы это делаете? И, эээ, чего вы хотите. Вот, обратите внимание, вы говорите, что, эээ, не ходить к маме я не могу. То есть это уже, как минимум, свидетельство с выдачом. Что вроде бы я избавиться хочу от этой капсулы, чтобы не было её. Но, в то же время, тот факт, что эта капсула у меня возникает, я думаю, в какой-то корреляции с мамой, это не остановит. У меня получится к ней не ходить. Нет, понятно, что никто не говорит о том, что вам нужно переставать ходить к вашей маме. Но, совершенно очевидно, возможно, что с ней имеет смысл проводить, эээ, может быть, времени несколько меньше, чем, чем вы проводите сейчас. Это, на мой взгляд, очевидно. Вот, и спросите себя, готовы ли вы проводить с ней несколько меньше времени, чем проводите сейчас. Если готовы, хорошо. Тогда можно будет говорить о том, чтобы ваша жизнь не появилась, эээ, ну или появлялось что-то новое. А если нет, то задавайте вопрос тогда о целесообразности вашего обращения. Потому что, ну, как бы, вам, если вы начнёте разбираться в себе, то вам, ну, так или иначе, к вам придут какие-то новые тенденции. Вот. Которые вам могут не понравиться. И которые могут не понравиться, собственно говоря, вашей маме тоже. Вот. И это так называемый адаптационный период, он будет какое-то время с вами, эээ, ну, происходить. Вот. Но приток вы получите для себя, на мой взгляд, возможность быть более свободной, возможность быть более собой, нежели чем сейчас. Вот. Ну, тут именно зависит многое от вас. Вот. И если вы, например, боитесь, допустим, допустим, вы боитесь, вот, что вам нужно помочь распределять вас и так далее. Эээ, немаловажным моментом может являться, ээ, личная граница с вашей мамой. То есть, если границы между людьми не построены, то возникает необходимость уходить вовнутрь себя. Эта капсула может быть олицетворением того, что может называться, ээ, ну, вот, себя или вашим внутренним, так скажем, миром. Вот, соответственно, ээ, можно говорить о том, что вы уходите от свой, ээ, внутренний мир. Но уходите от чего? Вот в чем, конечно, главный вопрос. По качеству на этот вопрос ответа у нас немудрено и неудивительно, почему его нет. Потому что мы вас не знаем на данный момент. Мы не знаем, что вы за человек, мы не знаем, ээ, какой, какой у вас он характер. Хотя это предположить, на мой взгляд, в принципе, уже несколько можно. Ну, я не буду пока этого делать, но меня он все-таки убедит в том, что, ээ, ну, подтвердить или опровергнуть в данном случае, эээ, гепотил. Вот. Вот какой-то такой ответ. То есть, чем, эээ, чем меньше вы проявляете, эээ, к себе, эээ, внимание. Вот. Чем меньше вы уделяете себе внимание, эээ, тем более, эээ, сложно вам будет находиться, эээ, с, эээ, с человеком. Вот. К сожалению. К сожалению, это, это, это работает, эээ, вот под такой системой. Вот. Так что вам решать, эээ, в данном случае, конечно, вам и только вам, но вот мне кажется, что нужно, эээ, вам задаться, идеей, поменять свою жизнь, чтобы она у вас была более, может быть, ну, может быть, более односторонней, может быть, более свободной, может быть, более свободной, может быть. Так что вам. Вот. Сейчас, эээ, сейчас, на данный момент, как мне кажется, вам этого не происходит. Вот. Таким образом, три основных момента. Первое. Ваша внутренняя свобода и удовлетворенность. Второе. Это искренность и самобытность ваших отношений с мамой. Вот. И четвертое. Это ваша готовность что-либо менять вообще в твоей жизни. Да. В эти моменты. Ну, чё. Именно с этих моментов я бы и хотел начать. Однозначно сказать, что это за капсула можно будет только после того, как с вами будет проведена необходимая работа, с вами будет проведена беседа. И вы, ну, так скажем, ответите на некоторые вопросы, которые вам нужно будет задать. Вот. Понимаете, да? Надеюсь. Потому что, эээ, сейчас, пока что, эээ, слишком мало вот информации, чтобы можно было одноазначимо вам ответить на этот вопрос. Да и по большому счету, практика моя, например, показывает, что не так важно, что эта капсула означает. Ну, вот именно важность, как бы, эээ, не стоит важность, эээ, преувеличивать, эээ, именно объяснение. Но, напротив, нужно, эээ, уделить внимание, уделить внимание тому, что эээ, вы чувствуете, уделить внимание тому, как вы живете. И вот уже тогда, когда вы будете уделять этому внимание, вот, вы сможете начать что-то менять. К нам приглашать ходить не нужно, но имеет смысл ходить к нам не столько, сколько вы хотите, а не столько, сколько нужно. Все-таки каждый день, эээ, с утра до 8, как вы сказали, эээ, вечера это очень много. И, эээ, как бы, ну, помимо того, что это, в принципе, можно, да, и все-таки это свидетельствует о том, что вы можете испытывать некоторые трудности с тем, эээ, куда, наоборот, направить, эээ, свою энергию. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут, эээ, не все так однозначно, вот, и не все так категорично еще. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы, вот, свое состояние называете, ну, дереализацией. Вот. Что, на мой взгляд, весьма интересно, потому что, эээ, ну, а почему вы решили, что у вас дереализация или не совсем? То есть, эээ, вы здесь уходите в анализ. Вот. Анализ, вот, такая история, эээ, которая, эээ, мало кому, в общем-то, в общем-то, еще помогал решить свои проблемы. Поэтому я бы на вашем месте не отбратил свои ресурсы на попытку, вот, как-то проанализировать то, что там происходит. А, эээ, поволил бы людям, которые в этом разбираются, то есть нам, психологам, этим как следует заняться и вам разрешить помочь. Ну, конечно, эээ, при этом условии, если вы в этом заинтересованы, понятно, что, если вы, эээ, в этом, например, не заинтересованы, то, ну, как бы, о чем тогда в данном случае можно общаковать. Вот. Вот. Поэтому, эээ, ситуация здесь, на мой взгляд, довольно однозначна. Вот. Это, конечно, вам может, эээ, казаться и несколько иначе. Вот. Эээ, такой момент. Эээ, еще момент. Эээ, это отец вашей дочери, с которым, с которым вы, я так понимаю, сейчас не общаетесь и не взаимодействуете. Вот. Что говорит о том, что, скорее всего, у вас, эээ, были вот, ну, такие некоторые, эээ, неудачные, может быть, отношения. Вот. Вот. С мужчиной. Это может быть, эээ, таким негативным сценарием, идущим, опять-таки, от вашей же мамы. Да, да. Вот. Поэтому тут, эээ, тоже, эээ, достаточно, эээ, важно было бы обратить на это внимание. Вот. Такой какой-то момент. То есть, эээ, порядок, эээ, того, как вы будете взаимодействовать с, эээ, тем, о чем я сказал. В принципе, не важен. Эээ, идеальным вариантом было бы с вами, конечно, поговорить. Идеальным вариантом было бы, эээ, с вами пообщаться, чтобы вам помочь, но, эээ, будете ли вы это делать, будете ли вы обращаться к психологу за помощью меня. Поэтому, хотя бы подумайте над теми вещами, которые я сказал. Если сомневаетесь, если вы сомневаетесь в, эээ, ну, в себе, в эээ, в целесообразности этого, эээ, вот. То есть, хотя бы, эээ, подумайте о своей дочери, насколько, насколько ей, эээ, идёт на пользу, то есть, она, как бы, проводит время только с вами и, эээ, с бабушкой. То есть, как бы, эээ, это, конечно, хорошо, что, эээ, что она проводит, эээ, время с вами и с бабушкой. Ну, на мой взгляд, помимо, эээ, у вашей бабушки, у неё, эээ, должно быть, вот, что-то, эээ, еще. Как у вас, как и у бабушки тоже, вот, у вашей мамы, кто-то же. Вот, поэтому ситуация здесь, эээ, такая вот. Она достаточно деликатная, вот, поэтому, эээ, к ней нужно подходить очень аккуратно, вот. Березня относится и к вам, и к вашей мамы, вот, и к вашей души, чтобы никого не травмировать. Но, тем не менее, эээ, вы видите лишь, на мой взгляд, эээ, ну, так сказать, так сказать, верховершину хайсберга, вот. Эээ, глобальная проблема, как мне кажется, несколько глубже находится. Но, этого наверняка знать я не могу, потому что, к вами мы не общались еще. Вот, если поговорим, то у меня бывает, на самом деле я имею ввиду, эээ, если вы выберете кого-то, кого-нибудь и с кем-то из нас решите поговорить. Ну, эээ, я думаю, что это будет более понятно. Эээ, я бы не рекомендовал откладывать вам, допустим, обращение за помощью и начало психотерапии, потому что, эээ, чем дальше, тем сложнее вам будет что-то в своей жизни менять. И последнее, наконец, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Эээ, по вашему мнению, что вы получаете из этой ситуации. То есть, эээ, какие плюсы вы можете получать от того, что живете так, как живете, и какие плюсы вы получаете от того, что у вас появляется эта самая капсул. Нет, эээ, я не шучу. Эээ, хочу, чтобы вы подумали, чтобы вы не пропелись в ответ, чтобы вы немножко поисследовали, может быть, себя. То, что вам, эээ, вполне возможно кажется привычным. То, что вам вполне возможно кажется, эээ, обыденным. Но на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, то, что вам может казаться обыденным, на мой взгляд, ну, не так вот, эээ, ну, как бы, не так просто все. Вот. То есть, эээ, то, что вам кажется обыденным, ээээ, по факту может подкрывать под собой достаточно много ээээ, вещей. Так, поэтому постарайтесь ответить себе на эти вопросы. Это достаточно важно, вот. И все ответственное обращайтесь за помощью, вот. Нам мы вам обязательно постараемся помочь. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.